На прошлой неделе мы стали свидетелями удивительного шашечного турнира, в котором участвовали воспитанники с дюшер номер два. Они за черно-белой доской выявляли сильнейших, да и просто получали удовольствие от этой захватывающей, очень доступной игры и общения. Мы уже давно хотим изменить формат наших шашечных и шахматных мероприятий, посвященных праздникам города. В этот раз удалось. В наших соревнованиях принимает участие отделение нашей школы, ну, кроме отделения шахмат. Дело в том, что шашки – это тот вид спорта, который объединяет людей и разного возраста, мальчиков, девочек, мужчин, женщин. Все играем в одном турнире, а то, что награждение будет проводиться в разных возрастных группах, мальчики, девочки отдельно, позволяет всем рассчитывать на победу. Тут были представители всевозможных дисциплин, которым не чужды интеллектуальные игры. Я вообще занимаюсь вольной борьбой, но когда я узнал, что проводится этот турнир, я решил стать его участником. Шашки – это очень интересная игра и здорово, что проводятся такие турниры, где можно познакомиться и общаться с друг с другом. Как всегда на соревнованиях юных спортсменов в роли болельщиков родные и близкие, которые всеми силами, всей душой поддерживали мальчишек и девчонок, а те старались оправдать возложенные на них надежды. Да, конечно, шашки развивают интеллект ребенка, он растет, развивается, и приятно, что в нашей школе проходят такие соревнования. Максим Вячеславович сам тренер из дюшер номер два, ну, отделения бокса, и прекрасный спортсмен, мастер спорта. Он понимает, насколько важно для девочки с ранних лет осваивать как можно больше всевозможных дисциплин, чем, впрочем, Маргарита Веслоух и занимается при поддержке своих замечательных родителей. Она у нас вообще художница. Интерес к шашкам у нее возник неожиданно, мы его поддерживаем. И вот решили принять участие в соревнованиях, чему она очень рада была, готовилась. К боксу у нее интереса нет, к сожалению. Но мы хотим, чтобы она также приобщалась к спорту, стараемся ее приобщать к спорту. Но у нее больше все-таки интерес к интеллектуальным видам спорта. Многое в таком возрасте зависит от семейного воспитания. И как легко тренеру в секции, когда мальчишка или девчонка уже имеют определенные знания, например, правил игры в шашки, как в случае с нашей следующей очаровательной собеседницей. Меня в шашки научил играть дед Сергей. Мне эта игра нравится, я ее хочу знать получше. Что до других лауреатов турнира, то среди юношей перенесло осталось за представителем отделения легкой атлетики Данилом Пигулевским. Серебро у дзюдоиста Павла Завалия. Бронзовая медаль досталась боксеру Богдану Шормелеву. Среди девочек лучший результат показала Злата Раевская с дзюдо. Второе место у ее подруги по татаме Кира Бауэр. Третий результат у представительницы отделения легкой атлетики Таисии Жук. Продолжение следует.